Привет, на связи Артем Мазур. Сегодня в этом видео мы поговорим с вами о рекламе в Facebook. Мы поговорим именно не о ее настройке, а о том, как ее эффективно использовать, как ее эффективно настраивать. И чтобы вы, как каждый раз, когда приходили именно в рекламный кабинет в Facebook, настраивали рекламу, чтобы у вас она именно настраивалась эффективно. Потому что в большинстве случаев вы сталкиваетесь с такой проблемой, что вы заходите в рекламный кабинет, даже когда вы заходите впервые, вы кладете на свой баланс какой-то тестовый бюджет, там 5, 10, 15 долларов, в итоге у вас все это сливается, вы не получаете должный результат, и вы уходите из этого рекламного инструмента, вы его перестаете использовать, и в итоге, ну, вы просто не используете Facebook. Хотя Facebook является эффективным источником трафика. Сейчас вот в этом видео я хочу поделиться с вами такими некоторыми фишками, которые, возможно, уже после просмотра его видео, внедрите у себя и увидите, что реклама в Facebook работает, и там может получать очень дешевых потенциальных клиентов. Итак, в чем суть? Смотрите, вот по факту, если вы заходите в рекламный кабинет Facebook, вам интересуют всего две рекламные цели. Первое – это конверсии, второе – это клики. В зависимости от ваших целей, у Facebook есть две стратегии. Либо он вам дает самые дешевые клики, либо он вам дает самые дешевые конверсии. Если вы выбираете оплату за конверсии, то нам все просто. Там вам не важно, откуда человек пришел, он придет там с мобильных устройств, он придет с компьютера, он придет еще откуда, где используется Facebook, вам не важно. Главное, что он оставил заявку, и все. В итоге за конверсии там все просто. Но в большинстве случаев вы все-таки используете стратегию с оплатой за клики. То есть вам важно получить большое количество кликов по минимальной цене и сделать это максимально эффективно. Вот это ваша основная цель. В итоге, смотрите, вы запускаете рекламную кампанию, и в чем суть работы алгоритма Facebook? Он вам дает максимальное количество кликов по минимальной цене. Если он понимает, что, например, с мобильных устройств для вас клики очень дешевые, он не будет больше показывать рекламные кампании там в ленте новостей, в правой колонке, в инстаграме. Он будет все время показывать на мобильных устройствах. То есть уладьте суть. Facebook не важно, какой там у вас будет результат. Ему важно, чтобы вы получили максимальное количество кликов по минимальной цене. И вот вы получаете, и вы запускаете рекламную кампанию, и радуете, что у вас там 200-300 кликов, там по одному центу идет, вы все-таки довольны, запускаете рекламную кампанию. Но в итоге у вас результата, главное, нет. В виде заявок, покупок, продаж, оставить контакты, подписчиков. У вас просто нет никакого итогового результата. Да, вы получаете клики по минимальной цене, и у вас нет результата. И чтобы это исправить, что нужно сделать? Сейчас прям под запись. Первое. Вы разделяете все рекламные кампании, вот с оплатой за клики, по месту размещения. То есть у вас будет одна целевая аудитория, направленная на ленту новостей. Вторая целевая аудитория, направленная на правую колонку. Третья целевая аудитория, направленная на Instagram. Четвертая, направленная на мобильное устройство и так далее. То есть там 5 или 6 видов, где можно разместить рекламу, вы делаете 6 рекламных кампаний, или 5 или 6, ну не помню, короче, делаете вот разные все рекламные кампании с одной и той же целевой аудиторией. То есть одна будет на ленту новостей, с одной аудиторией, та же самая будет направлена на мобильное устройство. И потом, после маленького тестового бюджета, например, в размере 5 долларов, вы понимаете, что у вас клики именно, например, с мобильной рекламы приносят результат, а клики с лентой новостей, они очень дорогие и не приносят результат. После того, как вы разделите рекламные кампании по виду размещения, вы будете понимать на основе UTM-меток, на основе аналитики, какие все-таки места размещения вам действительно приносят целевых клиентов. У меня просто было много таких примеров, когда я радовался дешевому трафику, но не было результата. И были примеры, когда вот так вот, именно с сортировкой, разгруппировкой по рекламным кампаниям, по виду размещения, я получал хорошие результаты. В итоге, например, у меня лучше всего в одном из случаев, прямо сейчас вспоминаю, сработала лучше всего правая колонка. В итоге я отключал и мобильные устройства, и инстаграм, и лента новостей. Я все отключил, кроме правой колонки, потому что она почему-то в этом случае лучше сработала. Но если бы я не разделил рекламные кампании, у меня фейсбук бы там, не знаю, выбрал любое место размещения, которое давало бы дешевые клики. Вот так вот вам нужно разграничить рекламную кампанию. То есть первая рекламная кампания будет направлена на мобильные устройства, другая на ленту новостей, третья на правую колонку, четвертая на инстаграм, пятая на audience network, как так называется. И все это разграничиваете. Это все разные рекламные кампании, просто с одной и той же целевой аудитории, но разные рекламные кампании. Вот так вам нужно запускать и тестировать такие рекламные кампании в фейсбуке. Вот именно с таким подходом вы будете знать, что у вас работает, где у вас лучше показывается, и на что нужно делать акцент, и куда вливать бюджет. Вот, надеюсь, вот с помощью такой фишки вы теперь будете разграничивать рекламную кампанию. Дальше можно пойти и заморочиться. Например, у вас лучше всего сработала правая колонка, вот как я рассказывал в примере. Хорошо, дальше вы можете разграничить аудиторию по возрастам. Например, там возраст 18-25, 25-30 и так потестировать. Итоге выбираете такой сегмент, который сработает в вашем случае лучше всего с лучшим местным размещением. Вот так вот нужно заморачиваться и тестировать. Это опять же, говорю, что рекламная кампания с оплатой за клики. Если вы берете с оплатой за конверсии, там совершенно другое, и вам не важно, откуда вам придет конверсия. Если у вас человек зарегистрировался, вам не важно, он будет с мобильных устройств, с инстаграма или с ленты новостей. Там не важно, там это в принципе не нужно так заморачиваться, как с оплатой за клики. Но в большинстве случаев в процентах 90-95 вы именно тот пример, когда вам нужно именно с оплатой за клики. Поэтому пользуйтесь вот этой стратегией. Если видео было вам полезно, подписывайтесь на мой ютуб канал, чтобы не пропустить следующие такие же видео. С вами был Артем Мазур, желаем великолепного дня. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok